— Гидия Львовна, а вот к вопросу о чертах Льва Семеновича. Вы знаете, вы как-то мне рассказывали эту замечательную историю, как вы его ждали около школы, помните? — Ну, конечно. Это первый день моей школьной жизни. — Первый день? — Да. — И тогда же вы сказали, что Лев Семенович опаздывал. — Он всегда опаздывал. — Всегда опаздывал. И понимаете, вот надо сказать, после этого рассказа... — Вы почувствуете о родном. — Вы знаете, вот после этого рассказа я почувствовал Льва Семеновича как такую очень живую личность, потому что через опоздание я вошел в него. Понимаете, мне как-то что-то замкнулось. — Вы знаете... — Поэтому, пожалуйста, что-нибудь еще об опоздании расскажешь. — Пожалуйста. — Вот, когда Левина, вспоминая, говорит, что он часто опаздывал на... Вот им назначено было заседание лаборатории, и он на него всегда опаздывал. И очень ужасно переживал из-за этого. Поэтому первая их задача, они очень его любили и очень не хотели, чтобы он себя чувствовал виноватым перед ними, студентами. И они придумывали, что они в это время обрабатывали материал, готовили следующие какие-то эксперименты, что они очень толково и очень хорошо провели то время, на которое он опоздал. А опаздывал, в частности, и из-за того, что он очень плохо ориентировался. — Во времени или в пространстве? — Ну, по-видимому, во времени тоже. Но главное, в пространстве. — И вы унаследовали эту часть, как вы говорили. — Да, 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 да. Я могу... — Гитара Ивановна, а все-таки что-то... Я не знаю, например, эту историю про ваш первый школьный день. — Замечательная история. — Рассказать, да? — Да, если можно, прекрасная история. — Значит, раньше учебный год начинался 31 августа. А в этот день была обычная демонстрация на Красную площадь. Это был МЮД, Международный юношеский день. Вы даже не знали, наверное, что такое праздновал. Наша школа, в которую папа меня записал... — А какая это школа? — Это была седьмая образцовая школа Ленинского района. — И где она находилась? — Она находилась... Казанский переулок возле Калужской площади. Бывшей Калужской, но теперь Октябрьской площади. Значит, переулок войдет на Житлую улицу, по которой шли демонстранты обычно. Она не езжая была улицей, поэтому обычно демонстранты шли по этой улице. Дело все в том, что наша семья жила в Тайнинке на даче. И машину для переезда всей этой огромной семьи не удалось заказать на 31-й. Она была заказана на 1-е сентября. Поэтому в 31-м мы с папой ехали с дачи, и он должен был за мной зайти и отвезти меня на дачу. Квартира была заперта. Вот, ну, я не буду рассказывать все их неприятностей, которые у меня были в тот день. У меня тот день просто был чреват неприятностями. С чего началась моя школьная жизнь. Ну, одним словом, папа узнал учиться, во сколько кончатся у нас уроки. Я была новенькая. Все были из нулевки, перешедшие. И все знали друг друга. Я была вообще, так сказать, инородным телом, новенькая. Она сказала, что где-то там в 12. Он мне сказал, я, наверное, немножко опоздаю. Ты вот здесь во дворе жди меня. Двор был огромный, большой двор, объясненный таким сплошным забором. Ну, когда кончились уроки, я вышла. Все ребята еще немножко покучковались, потому что летом они не виделись, а учились целый год, и разошлись. Я осталась во дворе одна. Потом пришла вторая смена, начала приходить. Потом разошлись ребята до уроки второй смены. Я опять осталась одна. В общем, это было несколько часов подряд. И под конец у меня уже стало, так сказать так, плохо. И я начала скулить потихонечку. Я начала потихонечку подвывать. И какая-то сердобольная женщина обратила на меня внимание, подошла ко мне и говорит, ты кого-то ждешь? Я говорю, да, я жду папу. Ну, и что, а когда он обещал? Он обещал на мной прийти вот после 12. Ну, давай я тебя отведу домой. Ну, тут, когда меня пожалели, я, конечно, начала плакать еще сильнее. Я ей объясняю, захлебываю, слезаю, что меня нельзя везти домой, потому что квартира заперта, и там никого нету. Вот. И что мне нужно ждать все равно папу, потому что мне нужно ехать с ним на дачу. Ну, постепенно вокруг плачущего ребенка и сердобольной тети образовалась толпа родителей, и негодующие родители начали, я считаю, говорить, что вот бывают же такие родители, которые вот невнимательны так к своему ребенку. Тут я захлебываю совсем, когда я чувствовала, что не буду что-то говорить. И она начала говорить, что нет, он не виноват, он, наверное, не мог прийти раньше. Я все это где-то понимала, но уж очень мне было плохо, потому что это было где-то уже часа три дня. Да, демонстранты прошли в одну сторону, потом прошли в другую сторону, а им папы все не было. Ну, вот тут уже все начали говорить, давай мы тебя отведем домой. Я опять захлебываюсь, начала говорить, что нельзя везти домой. А кто-то непонятно, начал говорить, как не стыдно, такая большая девочка не знает адреса. Я опять захлебываюсь, начинаю везти, что я знаю адрес, но только там никого нету. Ну, знаете, тетя совсем добрая и милая, говорит, давай я тебя отведу к себе домой, я тебя покормлю, ты отдохнешь, а вечером я тебе... Я говорю, мне некуда вечером везти. Ну, короче говоря, где-то около четырех часов дня. Кто-то говорит, посмотри-ка, это не твой ли папа идет? Я посмотрела и увидела, что бежит отжитный по переулку папа. Я, чтобы для того, чтобы он не услышал всех этих возмущенных и требующих расплаты мне в родители, я кинулся ему навстречу и сказал, идем, идем скорее. А он сказал, что он в конце переулка, он спокойно шел, встретил замуча школы, и замуча говорит, это не ваша ли дочь там плачет у ворот, Иван Иванович. И тогда, значит, он сообразил, сколько часов прошло. Оказывается, просто после лекции мы начали задавать вопросы, и тут он терял чувство времени абсолютно. Абсолютно. Вот это была такая история. И когда мы приехали туда, на дачу, я вела себя очень по-джентльменски. Я ничего не рассказала о том, что были вот у меня такие переживания. Только вот про косички рассказала, чтобы мне замечание сделали. Вот, а папа сам рассказал, что вот нити пришлось меня долго ждать, меня задержали, и вот так вот. Ну, а на следующий день мужик за мной пришел вовремя. Я приду домой, где собрались все за столом 1 сентября, ну, к ужину вечерний мы ждали меня, и я сказала очень назидательно и громко, и внятно, чтобы все поняли, оказывается, перед едой надо быть... Нет, учительница сказала, оказывается, перед едой надо быть руки. И все захохотали. Я не могла понять, в чем дело. Папа подошел ко мне, так погладил по голове, и потом наклонился и говорит, а разве ты до сих пор не мыла руку перед едой? Я очень была смущена, говорю, было. Но я это была неосознанно, а тут учительница сказала. Понимаете, это совершенно уже другой уровень был. Вот такая история была с моим первым школьным днем. Он, конечно, не хотел меня огорчать ни в первый день, ни в какой другой, ну вот, это сильнее... А на свои лекции он опаздывал? А? А на свои лекции он опаздывал? Вот этого я не знаю. Вот этого я не знаю. Не опаздывай, Борисович. КОНЕЦ